Итак, коллеги, продолжая тему абдоминальных болей, следующий наш диалог продолжится на тему функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта у детей первого года жизни и возможных методов коррекции. Когда Наталья спрашивала о том, сколько есть у вас дети, и я увидела, что мы все мамы, папы или молодые мамы будущие, и хотела спросить, вот у каждого в семье есть ребенок, кто сталкивался с проблемами кишечных колик вначале? Ага, все практически. Ну, статистика говорит о том, что это 20% обращаемых детей с нарушениями, с болями в желтии, с коликами, но практика показывает о том, что это гораздо-гораздо больше таких детей. И что же в этом случае, вот такие гримасы мы видим, когда осматриваем маленьких пациентов, когда детки плачут. И если говорить о причинах, которые вызывают кишечные колики у детей, то здесь мы можем с вами только предполагать. И основными причинами, которые можно назвать, это незрелость, неврологические расстройства, которые вызывают спазмы кишечника, приводящие к коликам и болям. Также незрелость ферментативной системы и нарушение биоциноза кишечника из-за недорасщепленных продуктов, лактозы, белка, из-за недостаточности синтеза с фермента лактазы, вызывает брожение и, в свою очередь, приводит к коликам. Что же в этом случае делать и как себя вести? И в помощь практикующему врачу Министерство здравоохранения Украины издало методические рекомендации, особенности диагностики и подхода к лечебно-профилактическому питанию детей первого года жизни. Эти методические рекомендации у многих вас есть. Если у кого нет, то вы имеете возможность сегодня уйти вместе с ними. Я думаю, о чем говорят рекомендации, что мы можем там найти. Прежде всего, хочу подчеркнуть о том, что Европейский союз гастроэнтерологов, нутрициологов, педиатров акцентирует внимание на том, что диета, терапия является наиболее эффективным методом подхода устранения функциональных нарушений у детей, чем медикаментозная терапия. Когда мы, не прибегая к медикаментозному вмешательству, можем помочь и облегчить состояние наших малышей. Также вы найдете красные флажки, на которые следует обратить внимание и направить ребенка на дообследование, провести дополнительную диагностику. И найдете алгоритмы ведения таких деток, что делать в этом случае. Уже Иона Ворубиковна говорила о красных флажках, которые необходимо исключить, и когда на что обратить внимание, чтобы срочно отправить ребенка дальше к узкому специалисту. частая регургитация, срыгивание, кашель. Также нарастающие, прогрессирующие ухудшения состояния. Я бы хотела обратить ваше внимание еще на признаки атопии у ребенка, либо у членов семьи. Потому что это уже другая диагностика и требует другого подхода. Когда же мы исключили красные флажки, и все-таки считаем, что это функциональные колики, что мы можем рекомендовать? Согласно рекомендациям, если ребенок находится на грудном вскармливании, таким деткам мы рекомендуем корректировать питание мамы. Можем прибегать еще дополнительно к использованию фермента лактазы. А если же ребенок находится на искусственном, либо смешанном вскармливании, тогда мы можем рекомендовать, корректировать диету малыша. Основные рекомендации указывают на то, что же должна содержать смесь, для того, чтобы устранить данную симптоматику. Прежде всего, нужно снизить лактозу, частично гидролизовать белок. Также принято, чтобы смесь содержала смесь галакта и фрукта олигосахаридов. Притом, клинические исследования доказывают высокую эффективность соотношения смеси галакта и фрукта олигосахаридов в соотношении 9 к 1, концентрация 0,8 в 100 мл. Доказано, что по функциональным способностям эта смесь приближается к эффектам, к подобным олигосахаридам грудного молока. Либо мы можем рекомендовать кисломолочные смеси, которые в своем составе содержат особые перебиотические бактерии, которые вызывают высокую галактезидазную активность, содержат фермент лактазу, способствуют нормализации биоциноза кишечника, что в свою очередь устраняет колики и метеоризм. Нутриция является признанным экспектом в области детского питания и ярким представителем, который можно рекомендовать детям. Это нутрилон комфорт. Это смесь, которая максимально попадает во все вероятные причины колик, запоров. И, как видите, здесь снижен уровень лактозы и частично гидролизованный белок, который позволяет быстрейшему, более легкому усвоению пищи. И запатентованный комплекс пребиотиков галакта и фрукта олигосахаридов для нормализации нормального биоциноза кишечника, для укрепления иммунитета и устранения функциональных нарушений. Ну и жировой компонент максимально приближен к составу грудного молока по жировому компоненту для еще и профилактики запоров. Как видите, смесь, ну, на данном слайде видно о многочисленных двойных слепых плацебо-контролируемых мультицентровых исследованиях, которые доказывают эффективность данного продукта. Нутрилон кисломолочный в своем составе содержит уникальную закваску запатентованных бактерий бифидонактез брева и стрептококус термофилюс, обеспечивающих высокую галактозидазную активность и синтез фермента лактазы. Для быстрейшего расщепления смесь имеет приятный вкус. И PH, это среди всех кисломолочных смесей, единственная смесь не кисломолочная, но не кислая. Ее PH нейтральный, он приближен максимально к PH грудного молока. И еще об одном состоянии функциональном, которое может вызывать колики, это лактазная недостаточность. Мы все знаем, что это либо врожденная, либо приобретенная недостаточность выработки фермента лактазы, который расщепляет лактозу на глюкозу и галактозу. И различаем транзиторную, неонатальную, так что чаще всего встречается в нашей практике, вторичную лактазную недостаточность после перенесенных вирусных, бактериальных инфекций, и первичную лактазную недостаточность. К счастью, врожденная лактазная недостаточность в практике встречается крайне редко, и таких детей достаточно мало, и, к сожалению, такие дети должны соблюдать диету на протяжении всей жизни. То, что чаще всего сталкиваемся мы с вами в практике, это транзиторная лактазная недостаточность, возникающая в первые 2 месяца жизни, и подозреет ферментативная система, проходящая к 3-4 месяцам. Вторичная лактазная недостаточность после перенесенных вирусных инфекционных заболеваний. Сейчас лето, и прошу также обратить ваше внимание, как мы можем путем диадотерапии, в дальнейшем, скорректировать данную ситуацию. Проявляется, безусловно, ухудшением состояния на протяжении первых 30 минут. Это вздутие, урчание, боли, беспокойство. И хотелось бы также остановиться на клинических, на диагностике, потому что очень часто путают, я думаю, что многократно уже об этом говорили, и вы присутствовали на многих конференциях. Прежде всего, лактазная недостаточность – это клиническая картина. Если мы видим клинику, мы так в дальнейшем продолжаем дообследовать. Следующим, что нужно рекомендовать, это определить ПАЖ. Если ПАЖ меньше 5, то есть сдвинута в кислую сторону, говорит о наличии лактазной недостаточности. Второй момент, это очень важно, это провести элиминационную диету и провокационную пробу. То есть рекомендовать диету исключить лактозу. Определение уровня глюкозы под нагрузкой, дыхательный водородный тест и оценка эффективности активности лактаза в биоптазах слизистой оболочки кишечника. Но данный метод не нашел широкого применения, ввиду того, что не каждая мама согласится. Да и нет в этом особой необходимости проводить данный метод исследования. Особое внимание, еще раз подчеркиваю, о генетических исследованиях. Я уверена, что вы все уже отметили для себя, что данное обследование не несет целесообразности. Потому что даже положительный результат, то ли это гомозиготный ЦЦ, либо гетерозиготный ЦТ, не дает нам никакой диагностики для того, чтобы понимать важности клинической ситуации. Да, лактазная недостаточность есть, но это говорит о том, что этот ген может проявить себя сейчас, либо в 20 лет, либо в 60 лет, либо в 70 лет, либо не проявить вообще. Поэтому нет необходимости в проведении генетических исследований для установки диагноза лактазной недостаточности. Что можно рекомендовать в случае лактазной недостаточности у детей, находящихся на грудном вскармливании? Вы знаете, что переднее молоко мамы богато, особенно переднее, богато лактозой, поэтому рекомендовано использовать, рекомендовано кормить новорожденного с одной груди. Если же ребенок находится на искусственном, либо смешанном вскармливании, здесь мы можем рекомендовать смеси безлактозные, либо низколактозные. В дальнейшем таким деткам рекомендовано использовать ферментированные продукты, такие как йогурт и кефир, и исключить продукты с большим содержанием лактозы. Также, прошу обратить внимание, когда рекомендуется дополнительно лекарственные препараты, многие из них содержат в своем составе лактозу, поэтому обращайте внимание для таких пациентов. Следующий слайд – это алгоритм ведения детей с коликами и пенистыми испражнениями. Как поступить в данном случае? Мы говорили с вами о элиминационной диете, поэтому рекомендовано ребенку рекомендовать нутрилон безлактозный на 2 недели. Далее мы оцениваем результаты и состояние. Если стало лучше, можем рекомендовать уже смесь с более низким содержанием лактозы, нутрилон комфорт, либо нутрилон кисломолочный, который содержит в своем составе лактазу. Стало лучше, и после перехода на более низколактозную смесь, мы можем рекомендовать оставаться ребенку на данной смеси либо комфорт, либо кисломолочной. Она есть в возрастной линейке от 0 до 6 месяцев, с 6 до 12, поэтому вы можете в зависимости от возраста рекомендовать данную смесь. Если же клинические симптомы вернулись, в данном случае мы снова возвращаемся на безлактозную смесь по необходимости также до 2 недель, дальше уже с последующим опять провокационным тестом. Если же ситуация не изменилась при диете ребенка на безлактозной смеси, следующий наш шаг – это рекомендация нутрилона малябсорбции, то есть это смеси с глубоким гидролизом, смесь, и продолжаем дообследовать ребенка. Представитель линейки нутрилон безлактозной в своем составе содержит полное отсутствие лактозы, обогащен цинком и железом, потому что эти микроэлементы чаще всего теряются при диарее. Пониженная осмолярность казеиновый белок позволяет быстрее остановить диарею и устранить симптомы лактазной недостаточности. Следующий переходный момент, когда нутрилон комфорт может быть рекомендован. Здесь уже лактоза снижена. Вы видите, что природное содержание лактозы 7 в грудном молоке и в базовых смесях нутрилон комфорт содержит сниженное содержание лактозы, и частично гидролизованный белок позволяет быстрее усваивать и запатентованный комплекс перебиотиков нормализует биомоциноз кишечника и проблемы уходят гораздо быстрее. Известный продукт нутрилон кисломолочный. И пару слов о нутрилоне малябсорбции, когда вы знаете, как поступить, и если ребенок на искусственном и смешанном, очень профессор Шад любит рекомендовать этот продукт. Эта смесь нутрилон малябсорбции, которая в своем составе содержит полностью гидролизованный белок, с полным отсутствием лактозы, и важно, что данный продукт содержит еще 50% средниц и почечных триглицеридов для того, чтобы дать ребенку энергию. Ребенок в данном ситуации теряет много жидкостей для быстрейшего восстановления. Вот. Поэтому так вот кратко о тех продуктах и о тех функциональных состояниях, которые вы можете путем диетотерапии легко устранить, не прибегая к медикаментозному вмешательству. Благодарю за внимание. Огромное спасибо. Вам очень интересный был доклад, и я думаю, для наших докторов будет очень полезная информация.